Добрый день, уважаемые телезрители Управда ТВ. Сейчас поездками за границу, наверное, уже никого не удивить. Однако все еще остаются в мире экзотические места, куда редко вступает нога ульяновского путешественника и даже российского. Африка, наверное, одно из таких мест, не считая Северной Африки. Сегодня у нас в гостях путешественник, фотограф, блогер Алексей Марховец, который недавно только вернулся из Танзании. Здравствуйте, Алексей. Доброе утро. Почему Танзания? Как вы решились туда поехать? Ну а какие сейчас варианты? Сейчас абсолютно, куда можно ехать туда и нужно ехать, скажем так. Танзания одна из первых туристических направлений, которая открылась для россиян. И это довольно простое направление, ни с чем не связанное с какими-то ограничениями, с карантинами по приезду. Купил путевку и едешь, то есть вообще никаких с этим проблем нет. То есть вы ехали по путевке? Ну вообще я первый раз вообще в жизни купил пакетный тур из-за того, что я посчитал, что он оказался дешевле. Если я куплю регулярный рейс, например, и прилечу в Танзанию, там и буду бронировать. То есть у меня примерно выходило, что по путевке проживание мне бесплатное, если посчитать ту же цену регулярного рейса. Поэтому да, я купил путевку. Понятно, что с различными путешествиями внутри страны, с различными активностями это будет огромную сумму, какую угодно. Как фантазия подействует. А вот сколько стоит, допустим, если поехать, столько проживания, пляжи, отдых и, соответственно, перелет? Ну, пакеты туристические, наверное, на Занзибар. То есть в прошлом году, если еще можно было там в районе где-то 80-60 даже там урвать перед Новым годом. Вот сейчас, конечно, цены выросли. Вот и где-то в районе начинается ценник от 110-120 тысяч за 11 дней. Это на двоих имеется в виду с завтраками. То есть еда это отдельно. Но по еде надо сказать, что еда там очень дорогая. То есть если для длиннолицых, как они, музунга называются на языке, это отдельные ценники. В ресторанах, и они, примерно, на московском уровне. Для местного населения не нацует. Ну, конечно, для местного населения это и забегаловки и другие. Они в эти рестораны, естественно, не ходят. Но и можно, конечно, питаться в забегаловках для местных. Но это очень такая лотерея безвыигрышная. То есть рано или поздно все равно будет какое-то расстройство. То, что они жарят на масле постоянно, каком-то там нечастого менять эти пирожки. Плюс антисанитарии очень высокая. Но для ради эксперимента можно попробовать что-то купить из местного такого. Но постоянно есть. Я бы, наверное, не стал бы там лучше не рисковать. Ну да, лучше все-таки. А вы ездили, вы упомянули уже на Занзибар. Наверное, для многих людей это звучит что-то из разряда сказки. Занзибар, Лимбопо, хотя это все существует, на самом деле. Это песня, по-моему, Меладзе пела. Там про Занзибар, что-то было. И в аэропорту очень многие ее включали. То есть наши россияне в Казанском аэропорту сейчас песню Меладзе включали. То есть настроить себя. Сказочный остров действительно, да. И то, что он находится и в Африке, не в какой-нибудь там туристической, скажем, Африке, как там Марокко или Египет. Это самая настоящая дикая Африка, где ходят слоны, носороги и так далее. И это остров в Индийском океане, в теплом океане, с прекрасными там пейзажами морскими вот этими вот классическими, мальдийскими вот этими видами. И все это достаточно доступно. То есть это вообще круто. А как насчет пляжей там? Потому что многих туристов интересует в первую очередь этот вопрос, как там. Да, там пляжи очень шикарные. Это белый песок, от которого просто слепят глаза. Это лазурный вот этот океан. Но здесь, надо сказать, один нюанс. То есть здесь на Занзибаре очень чувствуются приливы-отливы, приливные вот эти явления. Поэтому, например, если говорить о восточном береге, то это днем воды там практически никогда не бывает. То есть если ты приезжаешь к 11 дня, то ты видишь пустынный берег, море, которое шумит где-то на коралловом рифе в 500 или там в километре от тебя. То есть это мелководие и все. То есть никакого купания. А западный берег, это возможно из-за другого рельефа дна, просто более глубокого. То есть приливные и отливные вот эти явления, они не так чувствуются. И поэтому вода там всегда есть. Поэтому вот если говорить именно о пляжном отдыхе, то стоит, наверное, рассматривать именно западный берег и северный. Там есть шикарные пляжи, те же самые все. А восточный берег это более дикие такие красивые вот эти вот открыточные такие с пальмами, безлюдные пляжи. Но это только утром и вечером. А чтобы поехать в Танзанию? Потому что, наверное, один из самых первых вопросов, который пугает людей, которые не готовы к путешествиям в Африку, это, соответственно, болезни. Нужны какие-то прививки, чтобы туда ехать? Ну, во-первых, это набор прививок наших детских, которые мы всегда по календарю прививок, это гепатит, столбняк. Это однозначно должно быть во всех памятках для туристов. Там написано, что эти прививки должны быть. И я тоже их обновил перед поездкой. А от тех болезней, которыми пугают, малярии, сонная болезнь, от них прививок нет. Здесь только меры предосторожности, большое количество репеллентов. Но надо сказать, что все равно не так много случаев, например, то же самое малярии там фиксируют на Занзибаре. Были и среди туристов какие-то там заболевания в прессе проходили. Это единицы. То есть, если соблюдать меры предосторожности, днем, вернее, вечером выходить с какой-то там длинный рукав, длинные штаны, закрывать оголенные участки тела, плюс пользоваться репеллентами. То есть, можно как-то от этого все равно избавиться и не думать даже об этом. Вообще, Занзибар сам по себе туристическое место и там следят за этим. То есть, в высокий сезон, то есть, лето либо их зима сухая, комаров там очень мало, практически нет. Ну, а в сезон дождей туда просто не стоит ехать, и все, что там все время льют в дожди. Комары, как правило, в мокрый период разводятся. Ну, а муха ЦЦ, она как классно, Занзибар вообще отсутствует. То есть, ее одно время просто с помощью очень хитрого способа от нее избавились. И новая туда просто уже не залетает, не залетает с материка. На материке они, конечно, есть, они кусают людей, люди болеют. Но, опять-таки, это не очень часто. Поэтому, так вот, чтобы панически бояться таких вот этих африканских болезней, на Занзибаре я бы, наверное, не стал просто. Гораздо больше шансов подхватить какой-то интеравирус, кишечное расстройство. Это запросто. Вообще, многие этим мучаются. Но это стандартная аптечка-путешественник. Это все лечится. Как раз из тех советов не пробовать никакой еды. Ну, желательно. Пробовать надо, надо. Все равно эти калории такой, да. Но быть готовым к тому, что ты, там, вот денек у тебя приключения. Раз уж начали говорить про еду, что-нибудь интересное пробовали, я вот смотрю, вы там принесли каких-то конфет. Это интересно. Ну, вообще, да, там все интересное, там все необычное. Ну, основные блюда у местных это говядина, овцы, ну, все, что, кроме все, что можно в исламе, скажем так, потому что ислам 99% на острое верующих. Вот. И большое количество морепродуктов. Это осьминоги, креветки, лобстеры, рыба всех видов, которые там в гудийском океане ловятся. Вот. Это очень вкусно, но все равно их кухня не отличается изысками. Они практически вообще не умеют готовить. То есть они могут кинуть на угли, зажарить это, посыпать солью и подать. Все там, лимончиком сбрызнуть. То есть каких-то изысков там нет. Не стоит ожидать от их кухни какого-то там вау такого эффекта. Просто поесть, скажем так, и все. Вот. Очень много, большое влияние индийской кухни. То есть это острые блюда, кари и так далее. То есть очень много специй. Вот такая специфика. Но из интересного, да, я вот здесь вот привез пакетик. Это плоды Баабаба. То, что вообще нигде просто не найдете, кроме как в Африке. Вот это семечки. Именно сам плод, он как огурец такой, а внутри такие орешки. И вот их и жарит, и парит, и все. Но в данном случае вот из них делают такие конфетки. Эти семечки обваливают в сахаре и из имбиря настой какой-то. То есть они имбирно-сладкие и очень жгучие такие. Кажется, как будто они с перцем. Вот. И их там повсюду продают. Но в основном, мне кажется, это больше на туристы расчет, потому что я не видел, чтобы их местные ели. А наши везут их тоннами, да. Не знаю, на меня они не впечатлили, потому что я ожидал поесть именно семечки Баабаба. А то, что находится внутри вот этой вот обсыпкой, их вообще невозможно разгрызть просто. Поэтому это просто как основа, как камушек. Ты его пососала, выплюнула вот это все, сахар с имбирем. Ну, какие-то все равно экзотические штуки. Местные, их варианты наши местные чурчхелы, которые тоже... Ну, наверное, да, которые сами они не идти. Да, которые продают уже. Наверное, так и есть, да. Еще вопрос все-таки о местном населении. Пробовали контактировать с ними, с людьми, которые там живут? А с ними невозможно не контактировать, они сами идут на контакт. То есть, это вот, ну, очень навязчивый сервис. Очень навязчивый к тебе будут приставать на каждом шагу на Занзибаре, потому что ты в Музунгу приехал, ты ходячий кошелек просто. И с тебя надо вытянуть побольше денег. Но в том плане, что никаких... Речь идет ни о ограблениях, ничего. То есть, ничего противозакона, против себя не сделают. Но к тебе будут так приставать, чтобы ты оплатил чьи-то там услуги, что-то купил, еще что-то. Это на каждом шагу просто. Вот это, конечно, один из раздражающих таких факторов. Не знаю, наши там пляжи на Геленджике, там это просто цветочки по сравнению, что происходит там. То есть, ты не можешь просто сидеть на пляже, к тебе обязательно, каждую минуту будут проходить. Подходите, предлагайте тапочки, сланцы, орешки кэшью, жареные там, еще что-то прокатиться на лодке в море, съездить на остров черепах, отправиться в голубой сафари. Этот вот бесконечный, бесконечный этот поток будут хватать за рукав просто практически. Вот это, ну, местные живут просто на это. Поддавались. У меня по плану все было. То есть, когда у меня была запланирована экскурсия на остров, я именно в этот день пошел, да, выбил себе очень хорошую цену. То есть, они очень хорошо торгуются, ими нужно торговаться. Потому что изначально для бледнолицых ценник в три раза, минимум в три раза выше, чем это обычно стоит. Поэтому можно сразу делить на три и с той нижней планки начинать уже смотреть, какая цена его уже устроит. А торговались язык общения у них какой? Английский все-таки в ходу? Или ни на чем они разговаривают? Слохи лишь. Ну, это... Они уже многие знают русский язык. Вот вы не поверите, но вот многие говорят на русском языке, и они отличают уже русских от других европейцев. Особенно в этом году, когда европейский поток на Занзибар немного схлынул, а русский, наоборот, увеличился просто в разы. И туда целый Боинге прилетает каждый день. Из Москвы, из Самары, из Казани. Поэтому многие уже переключились на русский язык. У них уже надписи на русском языке, и сами они уже разговаривают на русском языке, бытовые какие-то фразы. Основной, конечно, да, это английский язык. То есть они начинают с английского, потом видят, что ты там русский, и начинают, чтобы показать, что я тоже брат с тобой, я тоже знаю русский, они переключаются на ломанный какой-то русский. А некоторые вообще уже без акцента на русском даже разговаривают. Может, учились, ездили когда-нибудь? А многие, да. Вот, например, нас встретил сопровождающий, он очень хорошо, практически без акцента говорит на русском языке, и мы спросили, откуда вы его знаете. Он говорит то, что в прошлом учился в институте Патрисо Ломомбы. У нас там вся Африка выучилась. Мне кажется, в каждой точке Африки, наверное, знают про этот институт, и как там хорошо учиться. Я просто напомню нашим телезрителям, что Танзания – это страна, которая, по сути, состоит из двух частей. Это островное государство Занзибар, которое было раньше государством, и еще Танганьико, то есть материковая часть. Если не изменять память, где-то в 60-х годах объединились. В 64-м году объединились в единое государство. И можно догадаться, что по началу первых слов назвали Танзани. По три буквы Танзани. Материковая часть, она менее популярна у туристов, потому что, вы говорите про Занзибар, что туда постоянно сейчас уже и русские едут, а вот в саму бывшую Танганьику едут. Едут и очень много едут. Материковая часть – это сафари, прежде всего, потому что как ты прилетел в Африку, и ты не побывал на сафари, но туда практически все только за сафари едут. Ну, не считая тех, кто именно за пляжным туризмом туда едет. Это основная масса наших россиян. А те, кто ставит перед собой цель увидеть животных, это обязательно только материк, потому что на Занзибаре диких животных практически нет, если не считать двух видов обезьян и искусственно разведенных черепах сейшел, которые когда-то привезли. Огромные черепахи просто. А материковая часть – это национальные парки, Серенгети, Микуми. Это большая пятерка животных, самых желанных объектов фото сафари. И носороги, слоны, львы, бегемоты, леопарды, жирафы, зебры – то есть все вот это вот африканское великолепие животного мира, все там есть. Поэтому, да, очень много экскурсий, можно их заранее на сайте где-то купить и у экспатов наших, которые там живут, россияне, и местные предлагают гораздо дешевле. Это, как правило, перелет на маленьком рейсе, то есть воздушный такси такой, маленький самолетик на 10 человек. Перелет на материк в течение двух часов и дальше однодневный, двух-трехдневный сафари уже от вашего кошелька зависит. Но ценник большой, то есть, например, на одного человека однодневное сафари, вас забирают с острова ночью, перевозят туда, утром вы едете в сафари, вечером вас опять отвозят на остров, это стоит 500 долларов на человека. Это наши предлагают экскурсии. Местные предложат чуть дешевле, скажем, в районе 750-800 на двоих, то есть это 350-400 долларов на одного человека. Если еще раз, контакт установить, наверное. Это все очень просто, это вообще очень просто, то есть в этом плане Танзания, она просто заточена на туризм, то есть вас там никто не ждет, чтобы вас там убить, ограбить, вас ждут предоставить вам услуги, сделать вам экскурсию незабываемую, там еще что-то проводника какого-то. Они все только живут на этом. Поэтому многие летают на материк, но мы пошли другим путем, но я не ищу легких путей, мне хотелось окунуться в атмосферу именно материковой жизни, поэтому мы просто купили билет на паром из Дзанзибара вместе со всеми местными, отправились на материк, два часа через океан, через пролив, высадились и там купили билет на местный автобус, рейсовый просто. И со всеми вот этими парнями, которые едут куда-то там торговать, на работу еще куда-то, шесть часов мы на этом автобусе без кондиционера заехали вглубь страны, практически самый центр Танзании, национальный парк Микуми. Достаточно, по отношению к другим он самый близкий к цивилизации, скажем. До других надо 10 часов ехать, но мы бы не выдержали. Это очень было тяжелое испытание. Уже всем сразу в дороге к колоритам. Это автобусы чуть ли не до крыши. Мне хватило в одну сторону, а обратно я уже, ребята, договорился с ребятами из Украины, их забирали на машине, мы просто подсели к ним и уехали уже на машине с кондишеном, потому что второй такой раз на автобусе шесть часов, вот я не захотел просто бы ехать. Очень тяжело, это душно, это 35 градусов жары. Автобус битком и постоянные торговцы, которые на остановках забегают, их потом ходят по автобусу, пока автобус едет до следующей остановки, то есть у них с водителем договоренность. Постоянно на всех, на маленьких остановках атакуют продавцы всякой снеди, бананов, орешков, все, они прям чуть ли не в окно к тебе залезают, стучат тебе там, кажется, что они сейчас разберут автобус на части, чтобы добраться до тебя и продать тебе что-нибудь. Ну, колорит на один раз, скажем так. Так что надо вначале потренироваться на маршрутках, в час пик, и на московских электричках, где еще до сих пор этот промысел жив. Ну и все-таки перейдем уже, наверное, к сафари. Как оно все это выглядит? Наверное, первый вопрос, который меня больше всего интересует, это как животные, если они ходят непосредственно вблизи от машины, от самого, а если им что-то приспичит, им бросится, будет крутой видос на ютубе, очередной тогда, как какой-то там носорог бежит за машиной и втыкается в нее носом, это миллионы просмотров, такое бывает редко. Все-таки, мне кажется, животные национальных парках, в этих они уже привыкли к людям, они привыкли к этим машинам и воспринимают их как какую-то данность и как других, скажем так, обитателей саланны, поэтому они редко атакуют. Если, например, за исключением случаев, когда животное, например, возбуждено как-то там, либо у него брачный период, либо он там дрался, подрался накануне с кем-то, то есть, есть у него адреналин. Ну и это есть традиционно бешеные животные, типа как бегемоты, вот к ним вообще, то есть, стараются близко не подходить, ну и в жаркий период дня, они просто из своего болота не вылезают, поэтому вот, а все остальные спокойно очень реагируют на людей, и львы, там, кто там, у нас дикие еще есть, и носороги, и все, то есть, в этом плане здесь спокойно, вот. Как это выглядит? Ты приезжаешь в деревню, которая является центром национального парка, устраиваешься в отель, как правило, этот отель предлагает услуги гида и автомобиля, то есть, на следующий день ты просто все оплачиваешь, и проживание две ночи, мы оплатили ночь первая, и ночь после сафари, и сразу оплатили поездку в национальный парк, в этом же, вокруг этого поселка. Утром в 6 утра мы просто сели на вот этот вот старый лэнд-крузер, каких-то, я не знаю, там, каких-то 80-х или 90-х годов, там, они все на ходу, вот, на нем сделана такая надстройка с сиденьями, закрытый тент сверху, сели и поехали, нас просто привезли ко входу в национальный парк, мы оплатили входную плату, там шлагбаум, нас запускают, регистрируют, и дальше все, это полевые дорожки, как у нас, то есть, это поле, трава, и редко стоящие деревья, это саванна, и вот эти вот красного цвета, оранжевого глиняны эти дорожки, по которым гид ездит, и он примерно уже представляет, где какие животные есть, не первый раз там, плюс они между собой связываются по мобильной связи, там отличное покрытие 4G, я вел прямой эфир оттуда с национального парка, вот, и они связываются и делят информацию, то есть, здесь мы увидели того, здесь мы увидели того, и они вот ездят, и рассказали туристу, показать, да, максимум, показать максимум животных, то есть, задачи гида, чтобы турист увидел всех животных, вот, а покидать машину можно, покормить, если вдруг завершится, я думаю, только собой можно покормить, да, я думаю, были случаи, да, и среди российских туристов, я видел ролики, когда мужчина там, начинал подходить к мирно лежащему льву, это очень печально, заканчивалось, жена снимала последние секунды жизни своего мужа, буквально, то есть, это очень опасно, мне кажется, животные, когда видят большую машину, они не ассоциируют ее с какой-то угрозой, то есть, это как для них одно большое животное типа слона, вот этот вот огромный вот лангрузер с навесом, как только от машины отделяется какое-то маленькое существо, похожее на съедобное, вот, у них уже включается инстинкт охотника, и, скорее всего, они нападут уже, вот, когда ты сидишь в машине, они угрозы не ощущают, поэтому мы подъезжали очень близко к парочке, который брачный сезон был, львов, буквально стояли машины по кругу, вот так вот их окружили, в метрах, наверное, 20 от них, и у львов было ноль реакции вообще на этих, эти машины. Единственный раз, лев подошел близко очень к машине, чем испугал туристов, которые там сидели, да и водители тоже, он отъехал, не готовы. Лев просто искал тень, они видели, что они тяжело дышали, он просто зашел за машину и лег под нее, используя как навес просто, то есть, если туристов, не было никакого дела, абсолютно, они были заняты своим делом. А жара там вообще тяжело переносится? Ну, вообще, да, то есть, очень душно, очень влажно, душно, вот это вот, если палит днем солнце, это вообще кошмар, то есть, это выходить из тени, вообще не рекомендуется, это очень высокая солнечная активность, и мы, россияне, с нашей белой, практически, сине-белой кожей, зимней приезжая туда, мы сразу попадаем под этот максимальный пик, вот этой солнечной активности, там, в индекс, он просто зашкаливает, сразу многие обгорают, просто и лицо, и руки, я видел много туристов, прям, с сильными ожогами солнечными, вот, нам повезло, вот, и во время сафари, и в другие дни, когда на себе экскурсии устраивали, облачность была, плотная облачность, и даже сквозь нее, мы обгорали, ощущается, да, очень тяжело переносится, особенно во влажные дни, когда влажность высокая, это еще и тяжелый такой воздух, ну, тяжеловато, да, все равно находиться, если в долгах где-то гулять пешком, сказывается, быстрее устаешь, лучше под кондиционером, или в машине, где-то сидеть, да, и, как правило, и местные тоже особо не высовываются, и вся жизнь, в Стоунтауне, это единственный, главный город Занзибара, они, жизнь начинается после заката солнца, все тут же пляж на водняется местными, они все купаются, все веселятся, кувыркаются через голову, все там начинают кафе, там рестораны, все это работать активно, вот днем это все мертвое, вечерняя жизнь, вечернее, утреннее, утро и вечернее. А вот если говорить про животных, ну, мы же знаем, что и в Африке, там, и в Южной, где-нибудь встречаются все эти видео, где показывают, что там чуть ли не змея куда-то заползла, там, в дом, а вот в самой, в такой, в бытовой жизни, там, встречали каких-нибудь экзотических животных, там, ящериц огромных. Вот, а где огромных ящериц нет, но очень часто в номера заползают гиккончики, это маленькие ящерки, у которых липучки на пальцах, такие у них красивые, как в лепестке, они совершенно безобидны, они приходят полакомиться, там, тараканчиками разными, которых мы вообще не видели, там, за комарами, не знаю, кого они там искали, но вот мы видели двух гиконов, но это необычно, да, ты когда заходишь в номер вечером, вот на том же сафари, вечером, мы зашли после сафари в номер, я смотрю, что-то необычное в номере на потолке, то есть белоснежный потолок, и там сидит крокодил, вот так вот, то есть здоровый гиккон, это непривычно, то есть ты понимаешь, что он тебе никакого вреда не принесет, и скорее всего, когда ты свет выключишь, он начнет там где-то ходить, лазим по своим делам, а сейчас он сидит, и у него такие две бусины черных, такие глаза, и он свободно может в любых направлениях бегать по потолку и по стенам, он девушкой немножко расстраивает, я думаю, не только девушкой, не было интересно, я его пофоткал, классно, еще один маленький гиккончик, уже на Занзибаре приползал к двери, ну все, только гикконы, змеи не видели, все остальное, планируешь еще куда-то в Африку ехать, обязательно, я очень давно хотел начать открывать себе Африку, и должен был начать еще в прошлом году, с Марокко, но вот блокдаун, вот этот всемирный, все это, планы все отменил, и тут получается, я открыл для себя Африку, и сразу вот с такой классной страны, Танзания, это одна из самых интересных африканских, настоящих африканских стран, и, конечно же, я не буду на этом останавливаться, конечно же, скоро наверняка, захочу поехать в Кению, посмотреть на Килиманджар, который я не увидел, но не увидел с подножия, потому что она всегда за облаками, и мы просто не подъехали близко, не стали подъезжать, в том направлении, видели ее с самолетом, конечно, впечатляющая гора, такая прям потухший вулкан, вот этот стол такой, вот я очень хотел побывать где-то у подножия, и поснимать вот эти классические виды животных на фоне вот этой вот Килиманджара, вот, поэтому, когда окажусь в Кении, наверняка это сделаю, вот. Хорошо, буквально прямо с вами в Африке побывал, особенно на сафари съездил, наверное, не знаю, жутко, наверное, страшно, но все-таки очень интересно, большое спасибо, дорогие телезрители, с вами был Данил Ноздряков, и у нас в гостях сегодня был Алексей Марховец, который нам рассказал про сказочную Танзанию. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»